приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня мы вместе с вами рассмотрим воскресное евангельское чтение и вот бывает так что текст совершенно простой и кажется ну чего там почерпнуть да ну куда там пошли чего кого-то там спаситель исцелил чего тут особо взять для себя и вот так вот мы перешагиваем через эти строки как ничего для нас не значище и нам скучно от текста потому что мы сами скучные потому что мы духовно мертвы а живой человек он всегда чему-то удивляется и что-то может почерпнуть для себя вот вспоминается как преподобный поисий святогорец конечно удивительный человек который вот благодать божию явно стяжал и знавший его современный греческий писатель духовный афанасий раковались вот он приводил ряд случаев когда явно чудеса происходили по молитве старца поисия и вот он как-то говорит что я не мог понять текст описания одного один отрывок он мне ну никак не был понятен как и что там вообще почерпнуть и вот находился рядом рядом старец поисий я ему сказал и он помолился он даже не стал объяснять рассказывать он просто помолился господу и во мне говорит вдруг раскрылось понимание этого текста я увидел удивительную духовную глубину того что там находилась вот как помните сам спаситель после воскресенья сказано что тогда отверз им ум к разумению писанию сказано так он отверз им ум к разумению писания и в самом малом тексте мы можем почерпнуть просто невероятно духовную глубину и так вот мы читаем как спаситель после воскрешения воскрешение двенадцатилетний от раковицы выходит и следует дальше и вот слушаем когда иисус шел оттуда за ним следовали двое слепых и кричали помилуй нас иисус сын давидов слепые они часто старались сбиваться в какие-то группки по несколько ходить почему так потому что легче передвигаться легче что-то раздобывать если слепой один то ему тяжело передвигаться и вот тут двое слепых которые куда-то вот ходили и вот они слышат и они не просто зовут они буквально кричат помилуй нас иисус сын давидов при этом судя по тексту спаситель совершенно не обращает на них внимание ну представьте себе картину вот он идет ученики двое слепых которым сказали про его про то что он двигается вот рядом и вот они кричат помилуй нас господи помилуй а он не слышит и не обращает на них внимание когда же он пришел в дом слепые приступили к нему то есть это вот то что происходило это было для них на самом деле испытанием и бывает так что вот мы молимся обращаемся господу а господь как будто не слышит и не помогает вот он не отвечает на нашу молитву ну а раз не отвечает то чего тогда молиться и мы потихонечку так вот разворачиваемся в другую сторону и уходим а слепые поступили не так они попросили чтобы их провели в тот дом где находится сам христос где он остановился и вот как бы они теперь оказываются таком едином пространстве и получается так что вот недостаточно молиться до нужна личная встреча со христом это вот то что у нас должно произойти в нашем сердце и и говорит им иисус веруете ли что я могу это сделать они говорят ему ей господи то есть они говорят да господи и получается так что как бы вот все вот это повествование она о чем о том что спаситель зачастую испытывает нашу веру и если он не отвечает какое-то время на нашу молитву а мы вроде бы кричим господи помоги господи спаси исцели это не значит что он не слышит вот нужно чтобы прошло какое-то время и мы тогда поймем почему господь нас испытывал в данном случае двое слепцов они говорят да господи мы верим тогда он коснулся глаз их и сказал по вере вашей да будет вам и открылись глаза их все вот наступает это чудо исцеления и я вспоминаю одна знакомая женщина лидия сергеевна вот к сожалению недавно она перешла в мир иной царствие небесное она в свое время приехала в святотроицкую сергиеву лавру и так вот осталось жить рядом со святой обители в сергиевом посаде и потом у нее вдруг обнаружили такое тяжелое заболевание опухоль на горле которая очень мешала и в общем не могли никак ее устранить то есть по какой-то причине нельзя там было делать операцию и вот эта опухоль в общем-то не ни к чему хорошему она не могла привести и ситуации как бы неизлечимые говорили врачи и вот лидия сергеевна она каждый день приходила к мощам преподобного сергия вот буквально каждый день а там ведь служится молебны с акафистом и вот ее уже там запомнили знали что она каждый день молится и при этом у нее возникла такая мысль что вот если она приложится к открытым мощам преподобного сергия то точно исцелиться вот она уже читала евангелие она приехала в лавру еще не совсем выцерковленная тут выцерковлялась уже она из евангелия знала что когда господу прикасались больные то получали тут же исцеление а вот здесь преподобный сергий который стяжал благодать христову и поэтому если приложиться к его открытым мощам вот так она думала то значит она точно исцелиться а в основном все прикладываются вот сверх сверху вот там рака серебряная и на уровне лика преподобного сергия там стеклянная такая вот створка которая иногда только открывает и вот в один день когда она тоже молилась а представьте себе что вот каждый день приходил и вроде бы господь не слышал и преподобный сергий вроде бы не отвечал а этот день в который вот это произошло это был канун праздника преподобного сергия день когда служит всеночную накануне самого праздника и съезжается много архиереев с разных сторон и вот в храм зашли в троицкий собор тоже епископы и священник который и романах который совершал молебен он для них открывает стеклянную вот эту створку где глава преподобного сергия и архиереи прикладываются уходит а тут и романах поворачивается к лидии сергеевне и ее подзывает что он знал что она каждый день приходит помолиться и вот почему-то на именно ее позвал и она как впоследствии рассказывает что вот она я подошла с таким трепетом и со слезами молилась так что даже слезами оросила плат покров который покрывал голову преподобного сергия и вот она приложилась приложилась к мощам его отошла и затем направилась на всеночную и вот на всеночной там после пыли леи помазывает святым елеем и вот она подходит к владыке который помазывал и помазала голову и открывает вот опухоль свою и он помазывает и говорит по вере вашей да будет вам помазывает и вот эту опухоль то есть фактически он повторяет вот эти слова которые спаситель произнес двум слепцам по вере вашей да будет вам после этого она приходит уже после всеночной домой ложится спать и ночью у нее вся эта опухоль вышла прошла то есть буквально ну трудно объяснить как-то этот медицинский но буквально вот вышла из нее и утром на праздник преподобного сергия она просыпается пробуждается уже совершенно здоровой исцеленной и больше эта болезнь к ней никогда не возвращалась поэтому слова спасителя по вере вашей да будет вам они сейчас действенны и вроде бы тоже как вот эти двое слепцов мы можем там много дней обращаться молиться буквально кричать господу а вроде бы не слышит на самом деле это испытание а почему так а потому что самое то главное что вот а бог то нам вообще нужен или мы просто хотим получить какой-то подарок от бога и потом уйти куда-то поэтому господь не спешит раздавать такие подарки чтобы мы не к этим подаркам привязывали а помнили что подлинная жизнь она только с богом и и открылись глаза их сказано про слепых вот они исцеляются и иисус строго сказала смотрите чтобы никто не узнал они выйдя разгласили о нем по всей земле той ну вроде бы такая сразу получается противоречивость он им говорит что вы не разглашаете они идут разглашают на самом деле тут что получается что спаситель конечно же он по смирению по смирению говорил что ну вот никому не говорите потому что он цель то не в том чтобы там накормить всех голодных исцелить там всех больных чтобы очи открыть всем слепым а чтобы открыть врата царства небесного для людей чтобы не превращать евангелие да как средство медицины и врачевание но поскольку эти двое они получили такое благо что из благодарности ко христу они разглашают о нем то есть они не могут умолчать не потому что они хотят навредить спасителя а вот просто благодарность настолько их душу переполняет что они стараются всем рассказать о бывшем чуде чтобы прославить самого христа и еще вот в этом фрагменте евангелие что важно вот как именно они обращались самого начала они ведь что кричали помилуй нас иисус сын давидов а сын давидов это кто это мессия вообще то то есть слепые они не были слепы духовно они духовно прозрели вот другие зрячие но сердце было их слепым фарисеи допустим которые не признавали христа мессии а вот эти слепые увидели что он действительно сын давидов потому что давиду обетовано было что царство его вовеки устоит и когда божьей матери вот сказано было и иосифу обручнику открыто у рождения христа то сказано что царство его не будет конца да примет царство давидова и царство его не будет конца то есть он и есть сын давидов и в прямом смысле по родословное и тем более вот это вот обетование на нем духовно исполняется что он мессии который несет царство вечное открывающиеся на небесах для людей и слепые это прозревают поэтому тут совершенно иная картина они молились ему изначально и обращались как спасители как мессии обетованному израилю еще святые отцы у святителя гнати бренчанинов говорят что это как бы пример нам для молитвы иисусовой вот мы должны молиться так как вот эти двое слепых но молитва иисуса она уже как бы более полное господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного или меня грешную вот они говорят помилуй нас иисусом давидов и вот молитва иисусова на как бы продолжение но более полное раскрытие такого моления иисусу христу как сыну божию как обетованному мессии и молиться мы тоже должны и так вот не тепло-хладно, не как-то вяло, а чтобы сердце наше было живым. Вот когда мы кричим, взываем о помощи, вот Господи, спаси, погибаю. Вот так и молитва из сердца исходила, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот о чем повествует этот фрагмент Евангелия. А что же дальше? Когда же те выходили, то есть выходили вот эти двое прозревших слепых, то привели к нему человека немого, бесноватого. «И когда бес был изгнан, немой стал говорить». Тут вообще что важно? Даже не то, что чудо. Понимаете, спаситель постоянно исцелял, постоянно изгонял бесов, и даже здесь не написано, как именно спаситель исцелился. Оказывается, демонические силы, если им попущено овладеть, они могут блокировать органы чувств человека, и он теряет в данном случае способность произносить что-то, слова, то есть как бы связанный язык. И получается так, что вот, понимаете, первична не материя, а первичен дух. И когда душа в теле человеческом, то именно душа управляет всеми органами, всеми нашими телесными чувствами, все телесные чувства принадлежат душе, как говорят святые отцы, и мы как бы облачены в члены нашего тела, поэтому мы управляем. И очень важно человеку стяжать святого духа, потому что тогда ты не просто будешь управляем своими мыслями, своими собственными чувствами, но ты будешь просвещен благодатью Божией, и она преобразит всю твою жизнь. А если этого нет, то легко подпасть под демонические искушения. И бесы, они просто страшные вещи творят. Они искажают мысли человека. А если мы их принимаем, то злоба, она просто человеческую голову превращает в гиенну огненную, где мысли горят негодованием, гневом, готова всех поубивать. А все это выплескивается наружу, в каких-то спорах, в страшных репликах. И такой человек, он поистине бесноват. И вот святые отцы говорят, что есть два вида одержимости. И страшна нетелесная одержимость. Ну вот был человек одержим бесом, ну что, но не мог он говорить, то есть языком своим не мог произнести внятно какого-то слова. Но душа его от этого не погибала. Нет, одержимый страшно. Страшно, когда человек становится в своем уме и в своем сердце исполнителем воли дьявола. Вот это не телесная, а такая вот внутренняя подчиненность дьяволу, это и самая страшная одержимость и беснование, потому что человек как бы выразительнее дьявольской воли. И таковы все грехолюбивые люди, которые живут по страстям. И мы подчас тоже в какие-то периоды своей жизни бываем словно одержимы греховными страстями, то есть бесноватыми становимся. Только через покаяние, смирение, благодатью Божию можно получать исцеление. И вот этот человек, которого привели, он сам не мог. Он, видимо, настолько смирился, что Господь по его смирению исцеляет его и преображает его жизнь. А дальше что? «И народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле». Это да. Но народ-то народ. А сказано, а фарисеи говорили, он изгоняет бесов силой князя Бесовского. То есть фарисеи настолько закоренели в своем гордонадменном представлении, что даже самое доброе дело Христово они будут приписывать дьяволу. И в этом состоит хула Духа Святого. То есть такая укорененность в злобе, в противлении истине, что даже самое доброе дело такой человек припишет сатане и тем самым впадает в хулу на Святого Духа. И тут в этом евангельском чтении мы видим как бы противопоставление. Вера слепцов, которые говорят «Иисус, сын Давидов», они исповедуют Его Христом, Мессией. И им противоположны эти фарисеи, которые все приписывают только бесам и сатане, князю Бесовскому. И вот, понимаете, эти фарисеи, они и есть слепые, хотя они видят телесными очами. А те двое слепых, они не видели телесными глазами, но очи их сердца прозрели, поэтому они блаженны, они счастливы, они исподобляются в конечном итоге благословения и исцеления от Господа. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Так заканчивается этот евангельский текст, читаемый в воскресный день. Спаситель продолжает ходить, хотя про него и говорят там вот фарисеи, что-то скверное, худое. И сейчас на церковь кто-то чего-то говорит, но наша задача проповедовать, благословать, оставаться не злыми, а добрыми, свидетельствовать о прозрении, которое дается во Христе. И самое главное – это вот то благовестие Евангелия, Царствие, Царствие Божие. Если в тебе царствуют уже не греховные страсти, а если в тебе уже царствует что-то Божие, Божия любовь, Божие милосердие, сострадание к людям, то значит ты уже и начал приобщаться к Царству Христову. И, конечно же, исцелял он всякую болезнь и всякую немощь. То есть не выборочно, что вот такие-то он будет исцелять, а такие нет. А нет ничего неподвластного Христу, как всемогущему Богу. То есть Христос исцеляет всякие болезни, всякие немощи, но прежде всего он дает врачевание нашей душе, если мы обретаем смирение и вот ту крепкую веру, которая была у двух слепцов и вот этого немого бесноватого. Также по их примеру и мы можем получить от Господа исцеление, свободу от налегающих на нас демонических сил. С воскресным днем вас, дорогие братья и сестры, да укрепит нас Господь к зрению истин Евангелия. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.